Девочка-пай Сердечно приветствую участников 8-го конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины». Молитвенно желаю вам хранить святую православную веру, которая является прямым путем ко спасению. Помните, что в грешную душу не войдет премудрость, она войдет только в того человека, который имеет страх Божий. Будьте такими, какими хочет видеть нас Бог. Божие благословения да пребудет с вами. Сегодня мы продолжаем наш 8-й телеконкурс знатоков православной культуры «Зерно истины» в номинации «Школьники». Здравствуйте, ребята! Как ваше настроение? Отличное! Что вы ждете от сегодняшней игры? Положительных результатов! А что вы ждали от поездки сюда? Положительных впечатлений! Хороших впечатлений! И сейчас перед вами на экране появляется сборная команда Белгорода. Напомню, что семи знатокам предстоит ответить на 7 вопросов телезрителей. Время обсуждения на каждый – одна минута. Как всегда, у нас будут сюрпризы из загадочного ларца, номинации «Один за всех и все за одного», инсценированные вопросы на заданную тему и, конечно же, музыкальные перемены. Ну а теперь познакомимся с командой немножечко больше. Артем Будовский – ученик 11 класса. Веселый общительный человек, так говорят о нем друзья. Еще Артем увлекается рыбалкой и нумизматикой. Михаил Шагимов – 11-классник, увлекается спортом, техникой. Пономарь храма преподобного Сергея Радонежского. Денис Проскурин – 11-классник, любит историю, путешествия. Иван Абалмасов – увлекается историей, любит спорт. Пономарь храма преподобного Сергея. Николай Соловьев – учится в 8-м классе. Николай любит историю, любит походы, играет на портопиано. Екатерина Шунина – 9-классница. Увлекается поэзией, сочиняет стихи, поет в семинарском хоре. И, наконец, мы встречаем капитана команды. Это Екатерина Шумских – 11-классница. Она увлечена пением, музыкой, игрой на скрипке. Тоже поет в церковном хоре. А мечтает поступить в Ригинскую школу при Свято-Троице Сергиевой лавре. Вот такая команда, дорогие телезрители, будет отвечать сегодня на ваши вопросы. Счет 0-0. И первый вопрос для своей команды выберет Артем Будовский. Вопрос номер 12. Артем Будовский, вы выбирали сейчас вопрос. А известно ли вам, кто такие ариане? Ну, это те, кто впали в Ересиаре, о учении при Святой Троице. Итак, как вы догадались, вопрос сейчас будет примерно на эту тему. Церковные историки сообщают, что во времена правления императора Феодосия еретики ариане собирались за городом в праздничные дни и, разделившись на хоровые группы, пели песни. К своим песням они прибавляли разные припевы, например, «Где те, которые три называют одной силой?» Святитель Иоанн Златоуст, опасаясь того, чтобы никто из его паствы не принимал участия в этих юридических процессиях, установил нечто подобное арианскому шествию, что совершается, кстати, и до сих пор. Через минуту вам нужно будет сказать, о чем идет речь. Вежный ход. Все. Можно взять досрочный ответ? Конечно, у вас еще есть такая возможность. Будет отвечать об Алмасов Иван. Мы с командой посовещались и решили, что это крестный ход. Святитель Иоанн Златоуст установил совершать такие же процессии, которые бы сопровождались несением серебряных крестов и восковых свеч, которые за свой счет покупала императрица, что и положило начало проведению крестных ходов. 1-0 в пользу команды знатоков Екатерины Шумских, город Старый Оскол. Второй вопрос для своей команды выберет Михаил Шагимов. Вопрос номер 9. Михаил, вот вы, я знаю, увлекаетесь рыбалкой. Не расскажите нам, какую, ну, как все рыбаки обычно любят разные истории рассказывать, какую самую большую рыбу вам удалось поймать? Толстолоп рыба. Ну и она какая была? Примерно 3 килограмма. Ну, покажите, как она в размере-то. Так, это было трудно сделать? Ну, да. А вообще, самое трудное, что делать в жизни приходится, как вам кажется? Ну, стараться не грешить, наверное. Стараться не грешить. Ну, что же, сейчас вопрос от Александра Костенко из поселка Черноморская. С кем сравнивает апостол Яков православных верующих, имеющих веру без дел? Время. Па, а дьяволы веруют и трепещут. Да, помните. Помните? С бесами он сравнивает, да. Мы берем досрочный ответ. Так, еще один досрочный ответ. Да, 20 секунд еще не прошло. Я напоминаю телезрителям, что команда может взять досрочный ответ до истечения 20-секундного срока. И если они ответят правильно, они получат еще одну минуту дополнительную при размышлении на любой вопрос. Кто будет отвечать на этот вопрос? Екатерина Шумских, капитан команды. На этот вопрос будет отвечать Шунина Екатерина. Мы с командой посовещались и решили, что это бесы. Апостол Яков говорит, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Абсолютно верный ответ. И я объявляю счет 2-0. И для вас сейчас музыкальная перемена. Абсолютно верный ответ. Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть миром правит любовь, и не нужно лишних слов, так было и всегда, так будет. Очень легко, потому что не нужно лишние слов. И не нужно лишний слов, так было и всегда, так будет. И все потерям, однажды утром одному проснуться. Тысячи дорог пройти по жизни и в конце пути Важно, чтобы кто-то ждал и было бы, куда вернуться Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь Пока живут на свете люди Пусть миром правит любовь, и не нужно лишним слов Так было и всегда, так будет Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь Пока живут на свете люди Пусть миром правит любовь, и не нужно лишним слов Так было и всегда, так будет Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь Пока живут на свете люди Пусть миром правит любовь, и не нужно лишним слов Так было и так будет вновь Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь Пока живут на свете люди Пусть миром правит любовь, и не нужно лишним слов Так было и так будет вновь Так было и всегда, так будет Напоминаю, счет 2-0, и Денис Проскурин выберет сейчас третий вопрос для своих товарищей Вопрос номер 2 Это вопрос из категории на прочность, на дружность и сплоченность команды Один за всех и все за одного Пока вы решаете, кто останется за конкурсным столом, я выйду к вам За конкурсным столом остаюсь я, капитан команды, Шумских Екатерина Итак, три коротких вопроса по 20 секунд на каждое Встречаем Екатерина, кто ваш любимый поэт? Александр Сергеевич Пушкин То есть вы любите поэт? Конечно Вам повезло, вопросы, которые выбрали вы, имеют поэтическую форму Ну, скажем так, стихотворную Был он грешен, ростом мал, увидать Христа желал Расскажи нам поскорей Звали как его? 20 секунд Был он грешен, ростом мал, увидать Христа желал Расскажи нам поскорей, звали как его? Закхей Совершенно верно Ты очень волнуешься Постарайся сейчас собраться Твои друзья рядом с тобой Они тебя поддерживают духовно, молитвенно Вот, да и если Хочешь, я тебе секрет открою Все вопросы такие же Попались несложные Простые В стихотворной форме Конечно Еще второй вопрос Потому что ты ответила правильно Что Ирод будет злиться Куда же он направил их О том известно всем Что город называется Совершенно верно Команда, поддержите своего товарища Еще один вопрос Добирались вы сюда долго? 27 часов 27 часов До Симферополя, да? Да И потом еще сюда несколько часов ехали по Крыму В общем, долгий путь был Ну, вот я не случайно задаю этот вопрос Потому что следующий вопрос связан Ну, с дорогой С путешествиями Иногда бывают Такие путешествия Когда плохая дорога Бездорожье И если в жизни нас Застанет бездорожье Поможет нам в пути Святое Если в жизни нас Застанет бездорожье Поможет нам в пути Святое Слово Божье И если в жизни нас Застанет бездорожье Поможет нам в пути Святое Слово Божье Ну, конечно, совершенно правильно Счет становится 3-0 Вы пока выигрываете У снатоков Желаю вам такого же Успеха и дальше Четвертый вопрос Для своей команды Выберет Иван Абалмасов Вопрос номер 15 Ваня, перед тем, как зачитать вопрос Я знаю, что у вас Новая команда И вы единственный Кто был в прошлом году Кто принимал участие В конкурсе «Зерно истины» А телезрителям напомню Что команда из Старого Оскола Это давние участники Нашего телепроекта Уже выросло, наверное Второе поколение знатоков Которые принимают в нем участие Ну, вот у вас в команде Сейчас ребята-новички Что бы вы посоветовали Уже как опытный знаток Опытный участник конкурса Что бы вы Какой совет могли дать Всем тем, кто Первый раз Принимает участие В этом событии В этой встрече Не переживайте, ребятки Не нервничайте Ну, я надеюсь, что Нас слышат Не только ваша команда Но и все те, кто готовится К участию В нашем проекте Кто готовится отвечать Уже сегодня На вопросы телезрителей Екатерина Капитан команды Вы в последний раз Кого благодарили? Наверное, Наталью Николаевну За то, что она меня взяла сюда А Наталья Николаевна Это кто? Наш Педагог Который приехал сюда с нами Понятно Михаил Урьевич Из Санкт-Петербурга Задает вам Свой вопрос В 1625 году Русский царь Михаил Федорович Оказал помощь Крайне нуждающемуся Монастырю Святой Екатерины Расположенному На Синайском полуострове Через одну минуту Вам нужно будет Сказать С чем сравнили Эту помощь Монахи В благодарственном Письме К русскому царю Минута на размышления Помощь с чем? С чем? С Николаем Чудотворцем С чем? С чем? Не с кем, а с чем? С чем сравним? С помощью Божьей Возможно С помощью Божьей Помощь Божьей Что еще? С Николаем Чудотворцем Событием Николаем Чудотворец Николаем Чудотворец Помогал? Да Помню, как ряд Пять месяцев Если что Помощь Божья Мне кажется Будет место Помощь Божья Ну Не слишком просто Что помощь Божья Что это? На каком-то библейском сюжете Возможно Давайте Предлагайте Что-нибудь Манна небесная Я не знаю Может быть Как манна Евреям Возможно Евреям Да Манна небесная Помощь Еще что Ну что Впуск Что еще Возьмем минуту Возьмем У нас две еще Зато у нас еще вопрос есть Пока Бери одну Итак Капитан команды Екатерина Шумских Будет ли ответ На этот вопрос? Можно Пожалуйста Нам повторить Вопрос И мы возьмем Еще одну минуту В 1625 году Русский царь Михаил Федорович Оказал помощь Крайне нуждающемуся Монастырю Святой Екатерины Расположенному На Синайском Полуострове С чем Сравнивали Эту помощь Монахи В благодарственном Письме К русскому царю Минута На размышления С благодатным дождем Или что-то Нет Екатеринский Нет Это другое Это вообще другое Ну давайте Выбирайте С möjого варианта Чем есть Может быть Манна небесная Мне кажется Помощь Божья Может Помощь Божья Слишком Может быть Благодатный дождь Возможно Благодатный дождь Но Да Мне кажется Вот что-то Евангелие Что-то какое-то Евангельское Мне кажется Кого-то Помощь Божья Он тебя спросил Давайте не будем показаться. Помощь Божья? Давайте мы переместим. Помощь Божья? Ну, может быть, это слишком просто, мне кажется. Помощь Божья? Может, все-таки Банна Небесная, нет? Банна Небесная, это Божья помощь, это Божья помощь тоже. Да. Это все Божья. Ладно, можешь дать развернуть ответ? Постарайся, Артем. Давайте, Денис. Попробуй. Итак, завершена еще одна минута. Кто будет отвечать на этот вопрос? Екатерина Шумских, капитан команды. На этот вопрос попытается ответить Будовский Артем. Возможно, они сравнивают ее с Манной Небесной. А счет становится 4-0. Пятый вопрос для своей команды выбирает Николай Соловьев. Вопрос номер 5. Это телевизионный вопрос, который прислал к нам из города Ялты Дмитрий Ищук. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Меня зовут Дмитрий Ищук, я из города Ялты. Патриарх Алексей Семанский был очень пунктальным человеком. Он практически никогда не позволял себе приходить ранее назначенного времени. И тем более опаздывать. Он всегда сверял свой рабочий график с часами, но порой это было делать неудобно. К примеру, на богослужении или во время рабочих визитов. И поэтому ему подарили предмет, куда были вмонтированы часы, который не привлекал лишнего внимания, потому что всегда сопутствовал епископу. Назовите этот предмет. Итак, минута на размышления. Епископский жезл. Жезл. Четкий напряжение. Мне кажется, что жезл. Жезл. Ну, жезл не всегда. Жезл он только... Возьмем часы какие-нибудь. Поручи, поручи. Возможно, поручи. Мне кажется, в облачении она вряд ли. Во время богослужения жезл не всегда. Да. Поручи тоже не всегда. Поручи, да. А может, часы на цепочке? Четкий. Он что, он всегда на богослужении? Патриарх может быть и жезл всегда. Нет, патриарх не всегда жезл. Патриарх не всегда жезл. Может, перстень? Нет, не перстень. Нет, нет, сверху. Нет, там как посмотреть? Нет, нет, нет. Давайте думайте. Может, часы какие-нибудь в цепочке? Часы нет. Часы навряд ли, потому что... Может, четкие? Нет, крест, наверное, и не вымонтируют. Четкие. В облачении. Может, я снять? Нет. Может, я снять? Да, да, да. Может, жезл? Чё, повторить вопрос? Ты сможешь ответить? Бездачу. Сможешь? Итак, Екатерина Шумских, капитан команды, будет ли ответ у вас на этот вопрос? Будет отвечать об Алмасов Иван. С командой посовещались и решили, что часы вмонтировали в жезл. Я не могу сказать, что вы ответили правильно, потому что это сделает автор вопроса. Это был телевопрос. Внимание на экран. Внимание, правильный ответ. Это архиерейский посох. Я принимаю решение, несмотря на то, что посох и жезл – это несколько разные предметы, все-таки засчитать ваш ответ как правильный, потому что смысл его вы нашли. Счет 5-0. Шестой вопрос для своей команды выберет Екатерина Шунина. Вопрос номер 7. Екатерина, вы сейчас выбирали этот вопрос. Скажите, пожалуйста, как у вас с предметом истории обстоят дела? Пятерка. Замечательно. А что вы можете рассказать о своем учителе истории? Это Зубова Антонина Ивановна. Она работает в православной гимназии города Староскол и очень интересно ведет уроки. Ну что же, я думаю, что знания, которые вам дали ваши учителя, и в частности Антонина Ивановна, помогут сейчас при ответе на этот вопрос, потому что он касается древнерусской истории, древнерусской литературы. До нашего времени из древнерусской литературы дошлись замечательные слова по учению потомкам. Цитата. Любите также человечество. Не пост, не уединение, не монашество спасет вас, но благодеяние. Конец цитаты. Какому киевскому князю, жившему в середине 11-го, начале 12-го веков, принадлежат эти замечательные и мудрые слова по учению? Время. Владимира Мономаха. Все, отвечаем? Ну, смысл. По учению Владимира Мономаха. У нас осталась притча. Все равно, на последний вопрос вдруг мне ответить. Ну давай, бери досрочно. Можно, пожалуйста, досрочный ответ? Пожалуйста, есть такая возможность. На этот вопрос будет отвечать Проскурин Денис. Наша команда посовещалась и решила, что речь идет о по учению Владимира Мономаха. И поэтому я объявляю счет 6-0. Вам не придется сейчас выбирать вопрос, потому что ведущий воспользуется своим правом объявить его. Сейчас будет вопрос на заданную тему, которую подготовили ваши друзья, знатоки православной культуры из Брянска. Внимание на сценическую площадку. Жили-были дед и баба. Какая корочка. Эх, родная моя, вот и состарились мы с тобой. Все-то у нас есть. Дом, полная чаша. Буренка наша столько молока дает, что на всю деревню хватает. Ну и чему ты, старый, радуешься? Помрем мы. Кому все это достанется? А ты вот что, старушка моя, не печалься. Возьми-ка лучше муки с нашей мельницы. Да яичек от наших кур. Да молока от нашей буренушки. Да испеки-ка ты нам, колобок. Не забудь-то тесто замесить и закваску поставить. За место сыночка нам будет. Научим ему. Научим его уму-разуму. И то, правда. Пойду делом займусь. И испеку колобку. И не одного, а два. Я уеду жить в Лондон. Мне Москва будет снится. О, здоров, батя. А, все на гусельках играешь. Устарело это. Сейчас все на электрогитарах играют. Бать, а купи электрогитару. Бать, ну купи. Бать, а я вот что подумал. Не надо мне электрогитару. Батя, дай денег. Ну дай денег. Батя, ну будь человеком. Дай денег. А на что тебе, сыночек, мой деньги? У тебя же все есть. А я путешествовать буду. Надоело дома сидеть. Хочу заморские страны. И себя показать. Батя, ну дай денег. Батя, ну пожалуйста. Бать. Бери. Спасибо, батя. Ты настоящий батя. И покатился наш колобочек по волнам моря житейского. Прикатился он в страну заморскую. О, здоров, ребятки. А я колобок. Качусь, куда глаза глядят. А вы кто такие? И чего такие грустные? Мы группа музыкальная. Лесные звери называют. Вот стоим, думаем, где подзаработать. Может выступили бы где. Выступить? Проще простого. У меня завтра день рождения. Мне нужна хорошая тусовка. Я вас не обижу. Поздравляю, дружище. Спасибо. Happy birthday, my lovely friend. От лица всей музыкальной группы поздравляю с днем рождения. Мы обязательно прибудем на ваш праздник. Спасибо, спасибо. А вот что было на следующий день. Ох уж эта лиса. А на следующее утро. Да. Быстро у меня деньги кончились. Но не беда. У меня теперь столько много новых друзей. Пойду-ка я к зайцу. Тук-тук-тук. Здорово, браток. Ну и зачем ты, Колобок, пожаловался? Да вот деньжат не одолжишь. Извини, Колобок, ничем не могу тебе помочь. Ну ладно, давай. Тук-тук-тук. Здорово, Колобок. Здорово, братан. Чего хотел? Да вот денег не одолжишь, а то вчера все кончилось. Понимаешь, волчат там бас-гитару купил. Теперь их играть учу. Денег совсем нет. Ну давай, мне волчат надо учить. Пока. Ну пока. Тук-тук-тук. Пойдите. Здорово, братище. Ну здравствуй, Колобок. Понимаешь, тут такое дело, вчера деньги все кончились. Не одолжишь? Знаешь, Колобок, я тут шубу жене купил. Дорогая. Денег нет, все потратил. А ты знаешь что? Сходи к лисе. Она кур держит. У нее всегда доход есть. Лисичка-сестричка, помоги мне. Здравствуй, дорогой. Проходи. Проходи. Присаживайся. Какой ты сегодня румяненький. Ой, а сладенький-то какой. И у меня как раз чай остывает. А есть его сегодня не с чем. Ты чего, лиса, не ешь меня? Я лучше твоих кур пасти буду. Кур – это идея. Был у меня пастух, он зерна ворвал. Я его выгнала. Был у меня петух, он слишком голосистый был. Я из него суп сделала. Ты, конечно, можешь попробовать. Но чтоб ни одного зернышка не пропало. Иначе я тебя съем. И не вздумай кричать. Никто тебе не поможет. Все мимо пройдут. Ой, да, шире вселенной эта беда. Да когда вы уже наедитесь? Эх, бездарь я, бездарь. Зачем ушел из отеческого дома? Сидел бы сейчас, все бы у меня было. Пойду, пойду домой, попрошу отца прощения. Может, хоть работником возьмет. Эх, ешь-то теперь мой сыночек. Мой колобочек. Пропадет он в заморских странах. Да не вернется он, пропал. Иди хоть поешь. Да посмотри, какой ты старшенький амбар выстроил. Смотришь, душа радуется. Эх, ладно, ладно. Отец! Прости меня. Позволь мне трудиться на твоем поле в поте лица. Ты сел в мою душу зерна добра, но проросли там одни терния. Я хотел построить дом на ветрах жизни, а не на твердом фундаменте твоей отеческой любви. Прости меня. Как я рад, что ты вернулся, мой сыночек, мой колобочек. Очень талантливо и интересно. Ну а вам, дорогие знатоки, нужно будет ответить, о чем была эта история, какое она имеет отношение к православной культуре. Время. Абдун сын, да. Я буду отвечать. Давай, давай. Кто не отвечал? Я не отвечал. У нас досрочный ответ. Если у вас есть ответ, если вы уверены в его правильности, то мы внимательно вас слушаем. Вместе с телезрителями, конечно. Капитан команды, кто ответит на этот вопрос? На этот вопрос будет отвечать Шагимов Михаил. Наша команда посовещалась и решила, что это притча о блудном сыне. А теперь давайте попросим ваших друзей из Брянска сказать, что они хотели показать своей историей. Вы оказались правы. Это притча о блудном сыне. Ну что же, дорогие друзья, у вас есть несколько секунд для того, чтобы поразмыслить над тем, какой вопрос оказался сегодня, на ваш взгляд, самый интересный, самый сложный, самый трудный или самый легкий. Это уж как вам понравится. Притча. Да, и вообще, и все естественно. А в это время представитель Совета Старейшин, Светлана Ивановна Притула, выйдет и объявит, кто же сегодня, по мнению Совета Старейшин, был лучшим знатоком православной культуры. Пожалуйста, Светлана Ивановна. Уважаемые знатоки, наши добрые друзья из Старого Оскола, вы доставили громадное удовольствие всем нашим зрителям и, конечно же, Оргкомитету и Совету Старейшин. Ваш прекрасный результат доказывает то, что, несмотря на то, что в вашей команде появилось очень много новых знатоков, в Старом Осколе изучают с огромным интересом основы православной культуры. Очень трудно было выяснить, все же, кому достанется этот приз. Прекрасная книга «Достояние республики» о тех людях, которые создали историю, культуру Крыма. И все-таки мы решили, что сегодня лучшим знатоком была ваш капитан Екатерина Шумский. Хотел, что эта книга для вас. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы хотели бы узнать, какой вопрос вызвал у вас наибольший интерес. И автор этого вопроса тоже получит эту замечательную и интересную книгу о Крыме. Мы с командой посовещались и решили, что самый интересный вопрос была притча. Это и естественно получилось у них, и красиво сыграли. Итак, в Брянск отправляется книга «Достояние республики». Читайте о Крыме и приезжайте в Крым. Мы всегда вам рады. Дорогие телезрители, а на сегодня мы прощаемся вместе с вами, но ненадолго, ровно на одну неделю, чтобы в следующее воскресенье на нашем телеканале «Первый Крымский» встретиться вновь. Пишите нам по адресу город Симферополь, почтовый индекс 295-011, улица Героев Аджимушкая, 9-11. Также сейчас перед вами на экране наш адрес в интернете, где вы можете узнать о нашем конкурсе побольше и отправить свои вопросы. www.zantaki.artox.ru Но на сегодня у нас все. Ангела Хранителя всем вам. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Впереди крылатый ветер, над морями, над землей, Расскажи ты всем на свете про любимый город мой. Всем на свете ты поведай, как на Крымских передах «Воевали наши деды и прославили война». Регендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков Здесь с тобой святой грабы шли за родину свою И твою былую славу мы умножили в бою. Скину черные бушлаты, черноморцы не боли. Здесь, на танке, шли страна, шли на смерть твои сны. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков.